Погреть руки на чужой славе ему вряд ли удастся. Несмотря на титулы и награды, боксеру Артему Чеботареву доверили самую грязную работу. Диета только на соревнованиях, в обычной жизни мясо и углеводы. Но к кухне, а тем более высокой, Артем не имеет никакого отношения. Могу яичницу, вот судака могу разделать уже, готовить. И хлеб пожарить, не знаю. На самом деле я редко бываю дома и редко готовлю. Ну какие-то элементарные там блюда такие, как кашу там сварить, ну что-нибудь там, яичницу как бы, такие могу. Пять ресторанов боролись за звание лучшего в городе. Профессионал в команде только один, остальные даже не любители. Что это, а вы сейчас панцер снимали, нет? Расставили потом. Нет, сразу панцер. Как вы снимаете панцер? Никаких ограничений. Команды могли приготовить любое горячее блюдо. Одни жарили мясо, другие стерлить. Главное, чтобы было красиво и вкусно. Раньше, если так уж я, с высоты своего возраста, котлета по-киевски и бифшток с яйцом, это были самые-самые блюда. Сейчас, конечно, разнообразие блюд, разнообразие компонентов всяких, да, разных. Кулинарная битва в Саратове проходила впервые, под открытым небом, в центре города, в конце рабочего дня. Голодным прохожим достался только аппетитный запах. Я случайно попала на этот праздник, но мне очень нравится. Манит запах, манит. Очень привлекает, но туда почему-то не подпускают. Проигравших в первой битве не было. Награды получили все пять ресторанов. Правда, сами повара признались, это просто шоу. И предложили устроить настоящую битву профессионалов. Станислав Ивашенко, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.